К нашему эфиру присоединяется советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова. Обсудим ситуацию в Харьковской области вместе с ней. Наталья, здравствуйте. Рады видеть в нашем эфире. Здравствуйте, Наташа. Наталья, мы видим, что практически каждые сутки враг бомбит Харьковскую область. Расскажите детальнее о последствиях последних обстрелов и из какого оружия сейчас оккупанты ведут огонь. За последние сутки по меньшей мере 9 населенных пунктов попали у нас под обстрелы. Россиянами были разрушены в Купенске два частных дома, возникли пожары. Также постоянно обстреливаются населенные районы Купенской громады. К счастью, за последние сутки без пострадавших, в том числе и за сегодняшний день, до двух часов дня, информации о пострадавших нам не поступало. Чаще всего минометы, артиллерии, РСЗО ранее были, недавно, 18 апреля, применены по Волчанску авиабомбы, вследствие чего было частично разрушено, там пострадало здание Волчанского суда. То есть они стараются, как и ранее, использовать все виды оружия, которые у них есть для уничтожения нашего региона, в особенности приватного сектора частных домов. Да, Наталья, вы упомянули уже авиабомбы, давайте поговорим о вчерашнем событии. Россия наконец-то призналась, что бомбит не только украинские города, но и города России. Мы видели, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, начали сообщать, что над российским регионом громко. И вот уже известна воронка в 20 метров в Белгороде. Вот теперь жители Белгорода окончательно, наверное, имеют возможность понять, что их бомбит их же армия. Согласны с этим? Я не думаю, что они воспримут это так. Скорее они будут считать, что из-за того, что Украина не сдается, вот случаются такие ситуации. И если за уже второй год войны полномасштабный пошел, девятый год от начала террористической операции. Поэтому говорить о том, что этой нации когда-то, если их можно назвать нацией, придет какое-то осознание, вряд ли. Невзирая на то, что, насколько мне известно, там легкие, но пострадавшие вследствие данного авиаудара у них есть. Единственное, что для нас является положительным. Этот, можно сказать, подарок они несли в Харьковскую область. Он остался там, где и должен был остаться дома. Да. Наталья, скажите, как сегодня и вчера, собственно, реагировали харьковчане на вот этот удар, который принял на себя Белгород, но этот удар предназначался действительно по Харькову? Как-то комментировали, случилось и случилось. У большого количества людей, с которыми я общалась, касаемо вот этого удара, у обычных жителей Харькова, был один только вопрос. Вот поймут ли они и поняли ли они. И сами же жители Харькова отвечали, что вряд ли. По Харькову были нанесены десятки таких ударов. Я помню, как бомбардировщики летели над самим нашим городом, когда, к сожалению, временно было захвачено воздушное пространство контролем. Шла борьба за контроль над воздушным пространством Харькова. Это было 1 марта. И множество ракетных ударов. В Белгороде был на данный момент такой только один. Я думаю, после стотни таких случайных сбросов Российской Федерации по своим же территориям, возможно, они начнут задумываться о том, какая же цена у их войны против Украины. Да. Ну и, Наталья, вы говорили, что авиабомбы летят и по тому же Волчанску, Купенске, ежедневно в сводках Генштаба Вооруженных сил Украины. Скажите, как там люди сейчас живут в таких условиях, зная, что на головы может в любой момент упасть ФАП-500 или УБАП-1500? Смотрите, у нас продолжается там эвакуация гражданского населения по заявкам из приграничных фронтовых населенных пунктов. Каждый день в среднем от 7 до 40 человек, мне называли эти цифры, их вывозит и военная администрация, громады. Огромное спасибо волонтерам, которые предлагают помогать в эвакуации. Те люди, которые там остаются, они не меняют свою риторику, говорят одно. Мы верим в Украину, мы верим в украинскую победу, мы хотим дождаться этой победы у себя дома, потому что некоторые люди считают, что находясь дома, они могут гарантировать безопасность своего дома. Но, к сожалению, исходя из цинизма нашего врага, таких гарантий дать никто не может, потому что если наносишь удары СЗО или градами по частному дому, то последствия, к сожалению, чаще всего являются трагическими. Наталья, видим, что вы сегодня в рабочем состоянии, видим, что вы в бронежилете, знаем, что вы побывали в Константиновке Донецкой области. Расскажите о результатах этой поездки, что видели, с кем говорили, какие впечатления. Я из Константиновки в Харьков вернусь только вечером. Мы сюда приехали, я сюда приехал с ребятами по той причине, что очень большое количество наших родных, бригад и военных, которыми я общаюсь, я помогаю все это время, они были перекинуты немного ранее на это направление, поэтому по их запросам доставили помощь благодаря поддержке партнеров, которые всю войну помогают, начиная от пайков, которые они смогут завести в города, в которые гражданские зайти не могут в тот же Бахмут, в ближнюю часть Часового Яра, которая находится ближе к Бахмуту, а также помочь им, доставка по медицине, личным каким-то запросам касаемо дрона и прочего. Сейчас пообщались с ними, получили новые заявки, будем возвращаться домой. Заодно заехала, посмотрела, как работают медицинские учреждения, которые находятся в ближайших населенных пунктах здесь. Пообщались касаемо, возможно, если необходима какая-то помощь, со стороны Харьковской области и домой. Наталья, ну и еще о помощи для людей Харьковской области. Мы помним, что в прошлом году, в апреле месяце, был оккупирован Изюм. Тогда велись активные боевые действия. Российская армия уничтожила 80% инфраструктуры жилой застройки. Что сегодня в городе, спустя год после тех страшных событий? Там удалось заменить окна в большинстве выбитых домов. Сейчас проходит аудит первостепенных многоэтажных зданий, которые будут восстановлены, которые разрушены. Ну так не существенно. Там какая-то шрапнель, возможно, куски зданий, которые можно просто отстроить, для того, чтобы в следующий отопительный сезон люди уже заходили с жильем. Рассматриваются варианты уцелевших школ, где будет, в случае, если удастся запустить в дальнейшем оффлайн образование в ближайшее время, где детки смогут приступить к образованию. И в целом город продолжает восстанавливаться. Там восстановлено электроснабжение, водоснабжение. Поэтому на данный момент в Изюме я вижу динамику по возвращению людей домой. И это хорошая динамика. Да, правда. И еще предупредите и расскажите, пожалуйста, о взрывах Харьковской области, о контролируемых взрывах. Что сегодня происходит с разминированием территорий? Ну, у нас в среднем более 100 взрывоопасных объектов уничтожается каждый день. Это благодаря ГСЧС. Чаще всего, в особенности, если это касается контролируемых взрывов вблизи населенных пунктов, либо внутри населенных пунктов, в случае, если снаряды просто физически нельзя вывести с этих мест, в связи с тем, что нельзя провести обезвреживание на месте, то ГСЧС сообщает и местным громадам, и через свои информационные каналы, и через новостные каналы в том же Телеграме. Поэтому если у вас есть возможность следить за лентами новостей и новостями от ГСЧС, делайте это в случае, если о каких-то взрывах заранее, обезвреживании снарядов заранее сообщить не удалось, и люди начали из-за того, что слышали взрыв массово, задавать вопросы, что произошло. Там также ГСЧС быстро комментирует и дает информацию, где, когда и что было взорвано. Работа идет невероятная. Это десятки гектаров обезвреживания и проверки каждый день. Поэтому, к сожалению, пусть и контролируемые взрывы, но нам придется слышать еще, наверное, долгое время. Наталья, спасибо вам большое за ваши комментарии, за вашу работу. Напомню зрителям, Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была в эфире Freedom.